Полмиллиона евро на перелеты и поездки Еврокомиссия потратила за два месяца. Чтобы получить эти цифры, испанской общественной организации понадобилось три года. Почему еврочиновники пытались скрыть информацию и кто потратил больше всех, расскажет Елена Абрамович. 75 тысяч евро за рабочую поездку одного еврокомиссара в Баку и более 600 евро за одну ночь в Эфиопии другого. Всего два месяца командировок члены Еврокомиссии обошлись налогоплательщикам стран Евросоюза в полмиллиона евро. Это цифры за январь-февраль прошлого года. Какие расходы были после этого, общественные организации еще пытаются разузнать. Но в комиссии делятся информации неохотно. Объясняют это большой загруженностью и тем, что их институция и так одна из наиболее проверяемых в мире. Расходы контролируются и Европарламентом, и Европейской аудиторской палатой. Перелеты – это часть годового бюджета Еврокомиссии. Расходы на них ежегодно тщательно проверяются. Существует административная часть бюджета Евросоюза, в которую входят эти затраты на путешествия. Дороже всего обошлись командировки верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Маггерини. Она минимум втрое превысила расходы других своих коллег. Так как летала в основном на частных чартерных самолетах, влетел в копеечку и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, один его визит в Рим обошелся в 27 тысяч евро. Впрочем, в Еврокомиссии объяснили, летал он не один, а в команде из 8 человек, так что эту сумму делить нужно. Заказывают для него и других воздушное такси, когда нет подходящих коммерческих рейсов. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.